здравствуйте друзья в эфире геоэнергетика инфа максим радайкин и сегодняшний мой собеседник александр фролов здравствуйте 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 депутат бундестага сара ваган кнехт из брандербурга заявила что приложит все усилия для возврата российских поставок нефти на нпз швед расположенные на территории федеральной земли брандербург поставки прекратились после введения европейского эмбарго а 54 процента акций завода раскашивает принадлежавших роснефти были аннексированы популизм это хорошо а согласится ли роснефть поставлять нефть на украденный у нее завод а во-первых евросоюз из всей совокупности нашего экспорта сейчас получает по имеющимся оценкам за прошлый месяц то есть за июль мы записываем это в августе двадцать четвертого года прошлый месяц для нас июль двадцать четвертого года если вы смотрите нас из далекого будущего тоже напишите так вот в прошлом месяце на весь евросоюз пришлось порядка семи процентов нашего экспорта нефти это венгрия чехия и словакия все притом в июле поставки сокращались по той причине которую мы здесь обсуждали это блокировка блокирование поставок нефти компании лукойл через территорию украины в адрес компании мол у которой есть предприятия на территории венгрии и словаки вот скорее всего в августе сентябре поставки будут больше но будет закончиться месяц там посмотрим то есть в принципе в если оценивать общую роль евросоюза сейчас на всей картине нашего вот этого нефтяного экспорта то евросоюз занимает самую маленькую долю если разбить его но на вот эти вот три страны покупателя крупнейшими покупателями у нас сейчас являются китай и индия при том на китай приходится почти половина нашего нефтяного экспорта и вот зная это давайте предположим а нужно ли поставлять нефть германию ну у нас ее покупают китай у нас и покупает на втором месте собственно индия и дальше там турция собственно ряд стран европейского союза вот вот эти все персонажи германия раньше была довольно крупным покупателем российской нефти но я замечу было бы ошибочно предполагать что германия была лидирующим покупателем лидирующим покупателем нашей нефти до 2022 года была страна под названием и вот пока я сделал паузу опять же напишите какая страна по вашему мнению германия была лидером по импорту российской ну хорошо ли лидером по экспорту российской нефти ну и вот импортировала больше российской нефти больше любой другой страны ну а теперь правильный ответ китай китай на протяжении многих лет до 22 года был крупнейшим покупателем нашей нефти туда поставлялась порядка 85 миллионов тонн в год это очень много это чрезвычайно много при том поставки нефти постоянно увеличивались потому как потребление нефти в китае постоянно увеличивалась китай является наиболее быстро растущим в абсолютных показателях рынком сырой нефти там растет спрос на нефтепродукты растут объемы нефтепереработки растет потребление нефти допустим в текущем году сокращение прогноза там с 720 до 690 тысяч баррелей в сутки за год это увеличение прогноза спроса вот на эту величину в двадцать четвертом году по сравнению с двадцать третьим годом вызвало бурление в стиле ну все китай загибается у него все плохо при том что средний прирост спроса в китае в 0 в десятые годы составлял порядка 450 тысяч баррелей в сутки тут 690 ой ну все хана в прошлом году китай нарастил потребление более чем на 1 миллион баррелей в сутки там был эффект отложенного спроса оставшийся с 2022 года но тем не менее вот 23 год это был какой-то невероятный с точки зрения прироста спроса смотрим на германию как там с показателями экономическими нет если вы смотрите нас из германии и хотите нам рассказать о том что у вас все хорошо у ваших знакомых все хорошо то мы из-за вас из-за ваших знакомых искренне рады но глядя на статистику которую публикует евростат глядя на статистику которую публикуют профильные организации в самой германии заметно что не все хорошо в Германии с промышленным производством, с ВВП, с потреблением энергоресурсов, которые связаны и с ВВП, и с промышленным производством. Если и первое, и второе сокращается, то третье тоже будет сокращаться. В этом плане Германия, как рынок сбыта, является менее интересной страной, чем Китай. Даже чем Индия. Выгодно ли Германии, чтобы восстановились поставки нефти по северной ветке нефтепровода «Дружба» и чтобы они шли в Швед? Да, Германии, безусловно, выгодно. Местному потребителю, который понимает, что, погодите, а то есть нас отрубили от поставок прямых из России, и мы теперь должны как-то выкручиваться, нам нефть везут либо через портовые мощности на территории, Германии, они ограничены, либо через портовые мощности на территории Польши. То есть мы как бы зависимость от России на зависимость от Польши поменяли? А? Да, вы поменяли зависимость от России на зависимость от Польши. Если вам нравится торговое, денежно-торговое отношение, называть зависимостью. Так вы зависимы от России не больше, чем покупатель. Яблок в магазине зависит от продавца этих самых яблок. Тут можно, правда, сказать, что без яблок вы как-то проживете, а вот без нефти нефтеперерабатывающий завод не может. Поэтому, если он напрямую получает нефть из России, то вот он зависим от этих поставок, ну хорошо. А поставщик зависит от вас как от покупателя. Опять же, в чем принципиальная разница с продавцом яблок? Да ни в чем принципиальная разница с продавцом яблок. Притом, я напомню, что если я правильно помню, в сентябре, еще в сентябре 22-го года руководство Германии объявило о фактически изъятии доли Роснефти. Ну, точнее как, они объявили о том, что доля Роснефти переходит в управление местного регулятора. Федерального сетевого регулятора, короче говоря, местного немецкого регулятора энергетического. Почему? Потому что, мол, мы боимся, что российские поставки будут как-то на нас негативно воздействовать, что из-за сохранения, из-за политики, в общем, вот Роснефти может возникнуть дефицит, и вообще на нее могут наложить санкции, тогда мы останемся без нефти, без нефтепродуктов. Поэтому мы сейчас передаем в управление нашего регулятора до введения санкций против Роснефти. Ну, точнее, до того, как санкции на российскую нефть начали действовать. Сентябрь 22-го года. Был до 5 декабря 22-го года, ну, вдруг кто-то во времени запутался. 5 декабря санкции вступили в силу. Притом Роснефть говорила, ребят, в 20-м году, в силу ряда причин, нам в отдельные периоды времени приходилось загружать этот завод, которым у нас доля, поставками из других стран, не из России. Ну, так вот случилось. Внимание, вопрос. Можем ли мы так делать сейчас? Да, можем. То есть мы заинтересованы в сохранении вот работающего предприятия и в сохранении, если вдруг кто-то не понимает, деловых контактов с немецким бизнесом и сохранении влияния через этот немецкий бизнес на правящие круги Германии и серии «Ребята, остановитесь, что вы творите». Это позиция была Роснефти. Роснефти сказали, «Нет, мы очень боимся, что вот ай-яй-яй, нефти не будет, а вы будете, если вы будете, то нефти не будет, будут проблемы с поставками». Кстати, у вас, говорят, какие-то проблемы с поставками, какое-то там, какое-то безобразие творится, да? Странно, Роснефти нет, а проблемы есть. Как, знаете, в известном меме «Я ошибся, но где?» Вот, мне кажется, Олафу Шольцу надо задаться этим вопросом, подумать. Наверное, он может это делать. Так вот, они, значит, наплевали на позицию Роснефти, отобрали у нее фактически собственность, после чего Роснефть опубликовала большое сообщение, главное, в котором был последний абзац, который звучал, ну, примерно следующим образом, что, мол, мы вложили в этот завод, точнее, в заводы на территории Германии, такую-то сумму, там порядка, по-моему, 4,5 миллиардов евро, в модернизацию. Если вдруг что, в модернизацию заводов на территории России и Роснефть, и прочие нефтяные компании Российской Федерации вкладываются, за счет чего у нас глубина переработки нефти 70,5% выросла почти до 85%, 70,5% в начале 10-х годов, до 85% в настоящий момент. Это так, той части нашей аудитории, которая наверняка скажет, боже мой, в Германию вкладывают, в нас не вкладывают, везде все вкладывают, все нормально, не переживайте. Так вот, мы вложили вот эту сумму, и либо нам эти деньги возвращаются, и либо мы просто прекращаем поставки нефти, да, и мы прекращаем поставки нефти, которые, по сути, нам не были оплачены, и мы полагаем, что в текущих условиях мы не связаны тем договором, точнее как, мы считаем, что возникли форс-мажорные обстоятельства в рамках того контракта, который был подписан на поставки нашей нефти, и Роснефть заранее прекратила поставки, ну, так как у нее тупо украли собственность. И вот тут госпоже, выстраивающий свою личную политическую карьеру, при всем глубочайшем уважении наших СМИ к этой вот деятельнице, я не знаю, насколько она влиятельная, насколько она, какова доля поддержки у нее внутри страны, ну, в смысле, в Германии, но вот для того, чтобы реализовать то, о чем она говорит, необходимо первое, вернуть в собственность Роснефть украденную собственность, второе, подписать новый контракт, это было в сообщении Роснефти, подписать новый контракт на поставку нефти, ну, либо как-то иным образом урегулировать вопрос, это третий пункт, урегулировать вопрос поставки нефти на нефтеперерабатывающие заводы в Швете. Сейчас поставлять по северной ветке нефтепровода «Дружба» нельзя из-за санкционных ограничений, которые вступили в силу в рамках, по-моему, девятого пакета санкций. В шестом был общий запрет, который касался в основном морских поставок, а потом был уже запрет на поставки по северной ветке. То есть нужно каким-то образом расшить проблему вот этих поставок, точнее ограничения поставок по северной ветке, решить вопрос с собственностью Роснефти на территории Германии и урегулировать вопрос о поставках нефти в рамках нового контракта. Только и всего. Внимание, вопрос, который в связи с этим возникает. Является ли реальной такая перспектива? На мой взгляд, в обозримом будущем нет. Если вдруг у госпожи, вот у данной госпожи, у нашего бомбардира из Бранденбурга, все хорошо, все замечательно, у нее летит просто политическая карьера, в 25-м, по-моему, году у них как раз выборы, в 25-м году за нее все голосуют, она становится новым канцлером, она ломает вот этот общий европейский консенсус, демонстрируя, что Германия там great again, ну, тогда вот эти слова будут иметь какой-то вес. А если просто она позиционирует себя перед грядущими выборами, перед той аудиторией, в основном состоящей из крупного бизнеса, прошу заметить, немецкого, который страдает от этих дебильных, с его точки зрения, санкций, так вот, позиционирует себя как представитель его интересов, который будет добиваться того, чтобы, да, вот, мы вернули и сделали, как раньше, а когда дойдет до дела, то окажется, что она будет вести себя так же, как и действующие власти. Вот если так окажется, то, знаете, эти слова не будут стоить ничего. То есть, если это позиционирование, а дальше все будет идти так же, как шло сейчас, то какой нам смысл от этих слов? Никакого. Если начнет ломать вот этот европейский консенсус, тогда мы это все дело вспомним. До нас это еще вспомнят представители крупного российского бизнеса и скажут, о, давайте дружить. Давайте, да, дружить. Ломать европейский консенсус надо, иначе действительно экономика Германии будет, мягко скажем, хереть. Кстати, еще раз, если у вас персонально все хорошо, вы живете в Германии, у ваших друзей, которые живут в Германии, все прекрасно, обязательно нам об этом напишите, а потом напишите в Евростат и напишите в статистические службы самой Германии, а то они просто не в курсе, вы знаете, вот почему-то. Вот у вас все хорошо, у ваших друзей все хорошо, а в целом у Германии все не очень хорошо. Напишите им, пусть они исправятся. А то что это мы тут злословим, а вы вот несете нам правду. Так вот, в общем, как-то так. Высказалось, молодец, вот мы это обсудили. Как информационный продукт, это прекрасно, это замечательно. Как некий посыл аудитории внутри Германии, тоже очень хорошо. Посыл крупному бизнесу, поддерживайте меня, я готова представлять ваши интересы просто прекрасно. Как некая программа действий. Мне кажется, слишком нужно много будет хребтов сломать по пути к реализации этой программы, чтобы она действительно превратилась из пустопорожней предвыборной болтовни в нечто более серьезное. И подпишитесь на мой телеграм-канал «Нефтегазовая игра». В общем, подписывайтесь везде, всюду. Не теряемся, поддерживаем контакты, все такое прочее. Нравятся наши видео, смотрите их везде, всюду. Дорогие друзья, в условиях того, что происходит с Ютубом, его замедления, последующего запрещения, подписывайтесь на наш телеграм-канал «Геоэнергетика.Инфо». Ссылка будет в описании к данному ролику и закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект в условиях перехода на импортозамещение. Спасибо, до новых встреч. Всего хорошего.